В Чебоксарах состоялось четвертое заседание Молодежного Совета ПФО. Одна из обсуждаемых тем, насколько эффективно работают программы в области патриотического воспитания. Главной темой обсуждения стало участие молодежных объединений в организации патриотической работы. Участники Молодежного Совета были единодушны во мнении. Сейчас нужна новая стратегия патриотического воспитания. Патриотическим воспитанием занимаются все. Министерство образования, Министерство культуры, спорт, органы по делам молодежи, военно-патриотические клубы, СААФ и так далее. На самом деле нет единого понимания, единого подхода структуры, возможно, патриотического воспитания в регионах, в стране. И в настоящее время в регионах это выглядит следующим образом. Созданы координационные советы по патриотическому воспитанию, которые больше выглядят как формальная встреча с докладчиками. Нужно изменить эту ситуацию и определить единые подходы в планировании, в структуре патриотического воспитания и работе с молодежью. В настоящее время, которое нельзя назвать легким, приоритет в работе с молодежью, патриотическом воспитании молодежи очевиден. И если не мы будем заниматься молодежью, ей будут заниматься другие. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается программа патриотического воспитания молодежи, которая будет работать до 2020 года. Все мероприятия для подрастающего поколения должны быть в первую очередь интересны им. Но, конечно, нельзя забывать и о традиционных. Уникальным проектом хочу подчеркнуть и хорошей практикой для других регионов Приворска и Федерального округа может стать акция «Уроки мужества». И в рамках 8 мая одновременно во всех школах и классах Чебоксар и в других школах сельской местности проводятся эти уроки. 1 800 студентов провели в этом году со школьниками беседу о переломных битвах в войне. Пересказали детям воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о человеческих взаимоотношениях и взаимовыручке в суровые военные годы. В ходе акции было также роздано 45 тысяч георгийских лент. По мнению Михаила Игнатьева, Чувашская республика – одна из немногих, где военно-спортивные игры «Зорница» и «Орленок» регулярно проводятся на протяжении 47 лет. В этих играх ежегодно принимают участие до 30 тысяч школьников. Много детей занимаются в различных спортивных секциях. Популярными в среде молодежи стали волонтерское и поисковое движение. Активно развиваются окружные инициативы. Михаил Бабич отметил, что в условиях непростой внешнеполитической и экономической обстановки важно помочь молодежи реализоваться именно в своей стране. В этом смысле центром такого воспитания должна стать школа. Центром молодежной политики, центром молодежной жизни должна стать школа. Она самая доступная, она самая понятная. В ней сегодня все эти функции и так сосредоточены. И культура, и спорт, и образование, и воспитание патриотизма, и походы, и так далее. И вот мы сейчас постараемся сделать так, чтобы школа стала действительно центром молодежной жизни. А уже дальше от школы, соответственно, вузы, ну и все другие возможные институты, которые участвуют сегодня в молодежной политике. Члены молодежного совета ПФО высказали немало идей по патриотическому воспитанию. Такие встречи помогают выработать системный подход, обменяться опытом, найти новые решения. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.